Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Вообще, вы, наверное, заметили, что у меня частенько бывают прохождения очень необычных игр, очень странных и трудно объяснимых и трудно понимаемых игр, которых иногда даже не бывает какой-то адекватной концовки, не бывает какого-то полноценного понимания вообще происходящего вокруг. И сегодня у нас будет еще одна игра из таких вот представителей, называется она Кентукки Роуд Зеро, или трасса Кентукки номер 0. Что я могу по ней сказать? На самом деле очень много и очень ничего. Я не пробовал игру эту саму по себе, но я подсчитывал периодически обзоры на нее. Люди сами затрудняются объяснить, о чем она, в чем, собственно, основная фабула повествования. Поэтому представлять ее я буду, пожалуй, своими словами, и не обязательно они будут соответствовать действительности. Взработчики игры студия Cardboard Computer, или компьютер из картонной коробки, а издателем выступила студия Anapurna Interactive. Вы знаете, что Anapurna они любят довольно необычные проекты, и этим они мне очень даже нравятся. История самой игры довольно длительна. Первоначально ее планировали создавать в 2011 году, и на Кикстартере запросили за нее смешную цену в 6500 баксов. Но описание игры было довольно расплычатым, но все равно получилось собрать эту сумму. В итоге игра очень людям понравилась, и выходила она постепенно, выходила она по главам. Всего в игре 5 глав, и несколько интродукций между этими главами, и уже полноценная версия игры вышла конкретно в релиз 28 января 2020 года. То есть игрушечку выпускали практически на протяжении 9 лет. Но мы с вами уже посмотрим на полную историю, на то, что здесь будет происходить. А вот что именно здесь будет происходить, мне сказать довольно затруднительно, потому что, насколько я смог понять, по своей структуре она более всего напоминает, пожалуй, интерактивную новелл, или даже скорее театральное представление. То есть мы с вами будем наблюдать за развитием событий, за героями, за их решениями, мнениями и так далее. То есть, как и многие необычные проекты, здесь важна именно сама история, именно сам рассказ, а не конкретно конечная цель путешествия. Также, насколько мне известно, разработчики вдохновлялись, конечно же, творчеством Дэвида Линча, авторскими работами Габриэля Гарсия Маркеса. Если кто не знает, то Маркес очень часто писал рассказы именно о взаимоотношениях между людьми, между народами, между расами. Он сам по себе колумбиец, родом с Латинской Америки. Но и в целом, да, Kentucky Road Zero это история взаимоотношений людей, история истории людей. Ну, очень пока абстрактно слишком все это. Будем смотреть. Также, пожалуй, стоит сказать, что в принципе история здесь не ветвится. Она рано или поздно все равно приходит к своему логическому концу. Но построена она очень интересно в том плане, что в зависимости от наших выборов в диалогах мы можем с вами пропустить целые сцены, а можем и не пропустить. То есть, как бы я ни старался, все равно это прохождение невозможно сделать абсолютно полным. Оно у нас будет именно таким, каким оно будет. Но мы можем пропустить полноценные локации, полноценные события. Да, они просто пройдут... Они будут происходить, но они произойдут не на наших глазах. И этим, возможно, даже игра будет интересна в перепрохождении или попытке пройти вам самому. Ну, и все в том же духе. В общем, очень размытое приветствие, но, в принципе, примерно того же ожидайте от игры. Я полностью понимаю, что она может зайти не всем. Здесь будет очень много писанины, диалогов, разговоров и так далее. Но, возможно, будет и интересно. Поэтому не откладывая в долгий ящик. Kentucky Road Zero. Поехали. Стоит сказать, что игра щеголяет своей необычностью даже на самом старте. По сути, у нас три слота для сохранения. Не важно, что вы выберете, кассету, тетрадь или бобину. Это просто типа профилей. Давайте будем писать все в тетрадь. Мы же с вами любим писать по тетрадям, если что, в блокноты и так далее. Поэтому пусть будет тетрадь. Не важно. Как я говорил, в игре есть пять актов и некоторые интродукции между ними. Но начинать мы будем с первой. Хотя хочу обратить ваше внимание, что игра сама по себе необычна даже к вопросу своего меню. Я, естественно, заходил в настройки ее настройки, посмотреть, чтобы она вообще работала. И это довольно любопытно. Любопытно чем? Во-первых, здесь нет привычных названий всего, что есть вообще обычно. То есть скорости текста, например, или размеры шрифтов. Я поставлю средний. Если он будет плохо читаться, тогда повыше. Или сделаю, наоборот, поменьше. Это мы с вами определимся уже в комментариях. Нормально или нет. Переведена игра на русский, что очень радует. Но озвучка, по-моему, все равно будет английская. Поставлю титры. На всякий случай. Но что в ней такого необычного? Например, зайдем в управление. Показывать управление. У вас есть из чего выбирать. Можно играть мышкой. Рекомендуем для тех, кто играет тихоря на рабочем месте. Клавиатурой или же геймпад. Чтобы вы не выбрали, возьмите этот прибор в обе руки. Просто немного посидите и почувствуйте его вес. Хороший он, правда? Сидит в руках как влитой. Да и вам очень идет. У вас талант. Мне следовало бы сразу сказать, что это окно можно прокручивать колесиком мыши. Или если у вас настройка включена клавиатура с клавишами при джаб и пичдаун. Так, что же дальше-то? Выбор за вами. Но вот, что мы можем вам предложить. Кликайте мышью, чтобы ходить или сделать выбор. Если у вас в настройках включена клавиатура, используйте там стрелочки и все такое. На геймпаде. Мы поддерживаем различные модели геймпадов, и вы можете им тоже пользоваться. Проматывайте тексты. Надеюсь, это поможет. Я хотел сказать вам что-то еще, но кажется, не могу вспомнить, что именно. Уверен, это не так важно. То есть, в чем необычность, да? Я играть буду, кстати, мышкой. Можно поугарать от того, как продумана игра, даже чисто сменю настрой. Совместная игра. Играйте, пока вам не встретится что-то. Будь то образ, звук, словесная формулировка или нечто, отсутствие чего заметно ощущается. Которое напомнит вам о коме... о ком-то, находящемся с вами в комнате. Дайте этому человеку поиграть. Можно даже ничего не объяснять. Продолжайте в том же духе. То есть, они сделали кнопку совместной игры, которая подразумевает разве что хот-сит. То есть, игру за одним компьютером людей. Но, естественно, тут не будет никакого деления. Просто это намек на то, что игра одиночная. Ну, в общем, вот такие вот приколы с менюхой. Но, акт первый. Мы можем вообще по большому счету выбрать сразу, куда идти, что-то перепройти и так далее. Но, естественно, начинать мы будем с акта первого. Надеюсь, я все основное рассказал. Вы сами видите необычность окружения. И вообще, игра будет завязана серьезно на именно визуальное восприятие, слуховое восприятие. Поэтому, попробую сделать все хорошо. Но, акт первый. Поехали. Акт первый. Сцена первая. Лошадиные масла. Мы можем передвигаться. Можем взаимодействовать с окружением. Когда мы к чему-то приближаемся, с чем можно взаимодействовать, появляются вот такие менюшки. То есть, можно просто походить. Больше ничего. Еще небольшое вводное. В первых версиях планировалось игру сделать в пиксель-арте. То есть, такой, под старину. Но потом решили, что игра лучше будет смотреться в лоу-поле. И вообще, игру перерисовывали очень много раз. Много чего в ней изменяли. И так далее. Лоу-поле, конечно, уже приевшийся прием. Но то, что не дорисовано карандашом, то всегда дорисует воображение. Все. Не будем отвлекаться. Последний момент. Последний, я никак не начну. Наш главный герой, Куануэй, работает в службе доставки. Он уже давно далеко не молод. И решает уходить на заслуженную пенсию, доставляя свой последний груз. И, как вы видите, мы остановились в своем пути на небольшой заправке. Ну, поехали. Собака в солобиной шляпе. Обе, видали, лучшие веньки. И с ним путешествует пес в солобиной шляпе. А почему бы нет? Заведенный грузовик негромко ракочет. На его боку выведены слова. Антиквариат, Лизетте. Мебель, Крусталь, Дековин. Здесь можно побродить, походить, осмотреться. Это поинт, куда мы, собственно, идем. Федеральная автострада. Трасса 65 берет начало в Алабаме и стелится почти до Чикаго. В это время в Кентуккию все уже уходят с работы. Но на улице еще светло. Солнце просто не желает заходить. К сожалению, игра пропитана духом американской идеологии, американской мечты. Поэтому, может быть, немножко плохо будет восприниматься СНГшим зрителям. Но, надеюсь, будет интересно. Кассир. Джозеу сидит между бензоколонками в старинном кресле. Он седой, и на нем темные очки. Черт, побери. Вы слышали, как они долбанулись? Грузовик с бутылками. Не знаю, пиво он вез или виски. У него вроде колесо отлетело. Пойло и стекло раскидало по всей трассе. В общем, полный бардак. Надеюсь, они не прибегут к нам за помощью. Чертов предохранитель опять выбило. У нас нет света. Эта собака там дышит? Как звать вашу собаку? Как назовем собаку? Просто пес. Я не знаю, как его звать. И не говорите. У нас тут пара котов бегает. Уверен, это хороший пес. И ведет себя подобающе. А так, давно бы ко мне уже в тарелку залез. Вот вам немного вяленого мяса. Пусть псина порадуется. Сам сделал. Вышло не очень, но, думаю, собаки в самый раз. Смеркается, да? Сон заш, шею припекает. Могу поспорить, ему еще недолго осталось. Я весь вечер за рулем. Ищу догвуд драйв 5. Да, все понятно. Вам платят, вы развозите. После бросите где-нибудь кости, а может пропустите стаканчик другой. А потом снова за баранку. Есть в этой рутине что-то благородное. Как долго вы тут работаете? Я тут уже давно. Все довольно неплохо. У меня ученая степень, пара публикаций, знаете ли. А тут довольно неплохо. Послушайте, вы и ваш пес будете так по 65-й всю ночь гнать. Так вот драйв на другой стороне. Ну, чтобы попасть туда, лучше свернуть на нулевую. Это нулевая та еще трасса. Ну, вы сможете посмотреть путь до нее на моем компьютере. Сначала вам, правда, нужно запуститься в подвал и перезапустить щиток. Скорее бы включили эти жужжащие лампы, а то тут чертовски тихо. Дверь в подвал находится в задней части офиса. Спасибо за помощь, друг. А, и вот еще что. Возьми лампу. Там темно. Однако. Просто пес. А почему бы нет? Ну, у нас есть лампа. Это неплохо. Еще что-то скажут. Иди в офис. Там увидишь лестницу. Щиток внизу, где-то в правой стороне комнаты. А почему вы не почините свет сами? А, тут вы правы. Я знаю подвал лучше вашего. Но в последний раз я закопошился, замкнул не тот провод и оставил без света половину Элизабеттауна. Все это чертово объединенная энергетическая компания запитала все округ в одну огромную сеть. Все набились туда словно горошек в банку. Так что я теперь с электричеством на вы. Большое спасибо, что вызвались помочь. Ну, походу, выбора у нас нет. Придется идти. Ладно, я это сделаю. Большое вам спасибо. Необычная заправка, должен сказать. Еще более необычный человек. Но, да ладно. Полезли. Что же делать? Подвольные люди. Эмили, Бен и Боб сидят на раскладных стульях за потрепанным карточным столом. На нем куча бумаг странного вида. игральные кости и дорожная карта. Эмили, Бен и Боб откуда он знает, как их зовут. Ну, ладно. Ребят, вы не видели тут щиток? то есть, что они сидят в подвале в полной темноте и играют в какую-то игру не смущает тебя, да? Ты что-нибудь слышал? нет, нет, извини, я снова смотрел в правила. Сейчас начнешь играть и втянешься. Вот смотри, ты сказал, что тебе выпала пятерка, так? Значит, теперь тебе нужно взять свою фишку и передвинуть ее в любую точку карты. Получается теперь твой ход, да? Ага, наверное, мой. Куда ты положил ту двадцатигранную кость? Я ее не вижу. Ты ее обронил? Ага, довольно просто найти. Она светится в темноте. Короче, они какую-то ролевуху сидят играем. кону и кашляет, но люди за столом не обращают на него внимания. Вы что-то потеряли? Думаю, она укатилась куда-то влево, но я ее не вижу. Я искать не пойду, там темно. Давайте кто-нибудь из вас сходит за ней, а я тут пока правила поизучаю. А что это за игра? Они меня просто игнорят, да? Наверное, ты была права начать прокидать по внезапным происшествиям. Тут на последней странице по ним целая таблица. Мне не нравится это правило. С ним играть не так весело. Один рандом до расстройства. Случайности делает эту игру такой реалистичный боб. Вы кажется очень увлечены этой игрой. Я короче их буду докапывать, они по-моему реагировать не будут, да? я так и не поняла, как ты выиграл. Каждый игрок прокидывает двенадцатигранную кость и сверяется с приложением C, таблицей психогеографической тревожности сопоставимости адресов. Дальше следует найти нужные адреса на игровой карте и переместить фишку каждого игрока на соответствующую улицу. Я все равно не понимаю. Не думаю, что в этой игре вообще можно выиграть. На коробке написано, что жанр игры трагедия. И говорят, выпала пятерка, да? А мы ищем Dogwood Drive 5? Или как там Avenue Drive 5? Что-то такое. Такое чувство, что они сидят за столом и играют в то, во что играем сейчас мы. Ну, что-то вот такое пока предчувствие. Вы ведь меня не пропустите, да? Ладно, получается, чтобы начать, нам нужна двенадцатигранная кость. Ага, так мы выйдем на дорогу. Ну, надеюсь, вот тут пишут, если вам выпадет единица, вы въезжайте в канаву. Двойка или девятка записывают новый синдром в главу тревожность и снова кидайте кость. Если вам выпадет пятиарка, ставите фишку в любое место на игровой карте. Боб, сходи за костью. Ну, там внизу слишком темно. Блин, да это же легче легкого. Эта долбанная кость светится в темноте. Я бы пролез. Подвиньте стулья немного. Бен и Боб и Эмили собачатся по поводу правил игры от того, кого послали за потерянной костью светящего в темноте двадцатиградником. Ясно. Короче, они нас не пропустят. Ну, хорошо, я не против. Пойдем, поищем эту кость. Предупреждение. К стене привинчен ржавый пыльный знак. Правила таковы. Первое. Никакого открытого огня рядом с бензином. Второе. На территории запрещено распитие пива и других спиртных напитков. Третий. В случае внезапной темноты не паниковать, расслабиться, считать в обратном порядке до пяти. Четвертое. Свести время пребывания в подвале к не более чем трем минутам в час. А я уже сколько здесь? Я тут уже давно. Аккок. Эй А, светится в темноте, смотри Действительно, веральная кость Конвей подбирает светящуюся 20-гранную кость И осматривает ее Она лежит вверх гранью цифры 5 Это просто маленький кусочек пластика Но его вес приносит чувство умиротворения Почти спокойствие А он кладет предмет в карман куртки Уже никого нет Раскладные стулья стоят вокруг Потребанного карточного стола Стулья пусты, как и сам стол Вот Я даже не знаю А я смогу ее потом подобрать, эту кость? С одной стороны, им была нужна Но их уже нет А-а-а Муки выбора Оставить ее Да давай положим Я не знаю Что, на что влияет Зачем это все Ну да ладно Странноватый у него, конечно, подвал Ну окей Ну окей Я все здесь, Ляль О, уже и потемнело А вроде бы недолго был Надо было, наверное, кубик с собой взять Вот так А так Только послушайте, как жужжат эти лампы Ага Так, если вы не против, теперь мне нужно узнать маршрут и Выдвигаться Нет, давайте не так У вас в подвале люди играли в какую-то игру Но теперь их нет В моем подвале? Нет, этого не может быть Наверное, это тени от лампы играли с вашим воображением Что сказать Под землей происходят странные дела Особенно в темноте Хорошо Компьютер в офисе Вам нужно истыкать девушку по фамилии Маркес Она знает эти дороги, как свои пять пальцев Она-то и проводит вас к нулевой Пароль? Ах, черт Я обычно набираю его по наитию Мышечная память Слышали о таком? Он немного длинноват и кажется похож на короткую поэму Одну из таких ты прочтешь и сразу все понял Вы его быстро подберете В смысле? Пароль никак не подбирается Наверное, вы не вчитываетесь Постарайтесь не спешить Думайте, как поэт В скобочках Ближайший шум Да, пишет Так, хорошо Пошли, что за компьютер Я так и не понял Клановый нажимает на клавишу, пробуждая компьютер от грез Пользователь Ну, по идее, Джозеф, как хозяин Пароль Ну, давай Свободно скользят колеса В ночи пульсирует луна Ты вдыхаешь запах дороги Это пароль такой? Вы че, шутные? Эй, как там у вас дела? Подобрали пароль? Уверен, что вы справились Эм... Игры? Игр не существует Окей, давай по почте У деда полазим Может, он какой-то не такой Может, маньяк какой-нибудь Первое сообщение От Дональд Хот Эмейл Второе сообщение От Аккаунт Консолидейшн Мейл Давай первое Тема Тусклые фрагменты Милых воспоминаний Джозеф, я знаю Много воды утекло А ты все еще дуешься на меня Но мы нашли тут целый мир И нам нужна твоя помощь В его исследовании Да Пещеры сырые и холодные А мы сами Старые и немощные Не бери в голову Я уже забыл Зачем я пишу тебе Я скучаю по тем деньгам Лаборатории С тобой И нашей милой Лулой Может быть Ты уже нашел Свою Шанду Я вот нашел Так Второе Неуплата счета Срочно Уважаемые Лошадиные масла Это срочное Автоматическое сообщение Призвано донести до вас Что вы просрочили Оплату счетов Более чем На 14 календарных дней Из-за этого Мы вынуждены перевести вас На энергетический план Ненадежный Некачественный Плюс Советуем вам Немедленно погасить Задолженность Или мы переведем вас На план Длительный Аварийный Режим Для избранных С уважением Ваши друзья Из объединенной Энергетической Компании Конец Сообщения Короче Этот Джозеф Знает больше Чем он нам говорит Он явно знает О тех Кто в подвале Там сидит И походу Сам тоже Участник Все этой игры Но это пока Подозрение Так Адресная книга Мы можем Погуглить Dogwood Drive Откуда нам Надо доставить Да Но он Говорил Что туда Надо только Через трассу Добираться По нулевой Наверное Ничего не получится Но это же Маркис Ну давайте Попробуем Нулевую трассу Загуглить Хотя Причем Здесь адресная Книга Это странно Ну да То есть Таких Даже адресов Не существует Давай Маркис Это логично Это логично для книги Ну что Нашли Их ферма Как-то неплохой Нет Чуть ты мне По грузовику Шаришь Чуть Телевизоры Тут Он мне Нагрузил У меня тут Лишней Работой Лошади Лошади Классные И вообще У меня вот вопрос Если он знает Семью Вот этого Маркиса Почему Он Скажем так Отправил нас Компьютер Он бы мог И сам сказать Где они живут Ведь Вполне Да понятно Что они знакомы Он же и телек Грузанул нам И все такое Это странно Солнце село Советую Выдвигаться Если вы И пес Хотите Выполнить Доставку Срок Ух ты Кукловод Пес Коновый Чешет собаки За правым ухом Пес Довольно Виляет Хвостом Как дела Старичок Хочешь Кусняшку Вообще На что-то Влияет Я же мог Отсюда уехать Получается С куском Мяса И с кубиком Да в конце концов Мы с этим Псом Не один Километр Дорог Исколесили На На тебе Немного Веленого Мяса Странно Он какой-то Да Наверное Ночная смена На него Так действует Что ты думаешь Об этом месте Кажется Они еле Сводят Концы С концами Это такое Да Поговорить С собакой Ну и Одновременно С этим Как-то Упорядочить Свои мысли Так Ну что У нас Есть В принципе Адрес Давайте Еще Посмотрим Как Что Чего Годовый Возвращается В темноту А Мы можем Остаться Можем поехать Дальше Давайте Поедем Дальше Уже Наверное Следующая Серия Вот такая Вот странная Игра Практически Не продвинулись Но Какое-то Уже Первое Впечатление Возникло И Такое Чувство Что Это Игра В игре И Это Какие-то Вообще Тут Творители Всей Судьбы Или Может Быть И Нет Не Уверен Пока Но В целом Вот такая Вот игрушечка Надеюсь Вам Было Интересно На этом Пока Все Большое Спасибо За Внимание Подписывайтесь Комментируйте Ставьте Ваши Оценочки Рекомендуйте Канал Знакомым И до Следующих Серий Всем Пока